Постоял на морозе легко одет и долго прождал трамвай или переборщил с алкоголем. В лучшем случае получил переохлаждение организма. В худшем попал на койку ожогового центра. Медики констатируют, 90% пациентов получают обморожение, находясь под шофе. И только оставшиеся 10 люди с хроническими заболеваниями, как правило, это пожилые люди. Сейчас в отделении термических поражений городской больницы номер 3 лежит 13 человек. 8 из них готовят к операции. Как правило, это ампутация конечности, после чего они станут пожизненно инвалидами. Чтобы этого избежать, рассказывают специалисты центра, нужно соблюдать элементарные меры безопасности. Носить комфортную теплую одежду, не употреблять алкоголь. Ведь из-за него можно потерять сознание и просто замерзнуть. Правильно рассчитывать свои физические возможности, а еще быть внимательными к окружающим. Это взаимопомощь на улице, обращать внимание на пешеходов, которые идут с явными признаками отморожения на лице. Это белые пятна, выступающие части тела. Суровые морозы накрыли сейчас всю Сибирь. Столбики термометров опускаются местами до 50 градусов. Из-за непогоды жители некоторых городов даже устраивают акции протеста. К примеру, актер Красноярского драмтеатра вышел на пикет возле городской администрации с просьбой остановить холода. Конечно, идея шуточная. Он лишь хотел повеселить людей, которые устали от морозов. Ведь депутаты точно не смогут повлиять на небесную канцелярию. Кстати, по прогнозам синоптиков, потепление на территории практически всего Сибирского региона наступит не раньше следующей недели. Так что крепитесь, люди! Валентина Аскерова, Алексей Призин. Наши новости.